Как прошел этот день, знает команда UATV в студии Наталья Шевченко. Добрый вечер. Ситуация в зоне АТО в целом под контролем, сообщили в штабе. За день боевики 11 раз нарушили режим тишины. На Мариупольском направлении, вблизи Широкина и Новотроицкого, применили гранатометы и пулеметы. По Толоковке и Водяном стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм. По Маринке огонь вел вражеский снайпер. На Луганском направлении, в районе Новозвановки и Новоалександровки, противник применял пулеметы и стрелковое оружие. Также задействовал автоматический станковый гранатомет. На Донецком провокационные обстрелы велись из крупнокалиберного пулемета у Верхнеторецкого. Из автоматических станковых гранатометов наемники стреляли по Авдеевке. В зоне АТО за последнюю неделю сложились условия для реального прекращения огня. После 1 сентября впервые с начала мая относительно спокойная ситуация. До этого фиксировались сотни и даже тысячи обстрелов. Сейчас их количество уменьшилось на 90%. Об этом заявил замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хук. По его словам, серьезное нарушение режима тишины произошло лишь 5 сентября вблизи станицы Луганской. В то же время риски возобновления боев есть, поскольку запрещенное вооружение все еще находится рядом с линией разграничения. Значительные площади заминированы, а стороны находятся слишком близко друг к другу. К примеру, в понедельник мы зафиксировали лишь 5 взрывов по всей территории Донецкой области. Аналогично относительно спокойной ситуации наблюдалось и в Луганской области. Ни одного режима прекращения огня не было зафиксировано в субботу. В воскресенье только 3 единичных выстрела со стрелкового оружия. Я призываю стороны сделать следующие шаги. Полное доверие и уверенность. Длительного и стойкого прекращения огня можно достичь, лишь если стороны отведут все запрещенное оружие, разведут свои силы и средства. Необходимые шаги к устойчивому миру на Донбассе обсудят на следующей неделе. В Киев прибудут главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро. Об этом на встрече с министром иностранных дел Павлом Климкиным сообщил его немецкий коллега. На сегодняшней встрече дипломаты обсудили инструменты обеспечения безопасности на Украинском Востоке. Климкин подчеркнул, пока позитива мало, чтобы говорить о прогрессе. Режим прекращения огня поддержался не более 1-2 дней. ОБСЕ до сих пор не имеет доступа ко всей территории Донбасса. Через неконтролируемую часть украино-российской границы туда продолжают поступать войска, наемники и вооружение. Климкин также напомнил об учениях России «Кавказ-2016». Концентрация огромного количества войск РФ на границах создала дополнительную угрозу стабильности. Штайнмайер по результатам переговоров заявил, Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку ФРГ. Су-24. Несколько раз совершил облет корабля «Подолье» на опасной высоте. А российское противолодочное судно «Сметливый» с наведенной на пограничный корабль «Артустановкой» и разведывательные «Приазовье» маневрировали и провоцировали. Мы сейчас наблюдаем самоподъемную буровую платформу «Таврида», а также два боевых корабля Черноморского флота Российской Федерации – «Сторожевые суда», «Сметливый» и «Приазовье». Эти два корабля охраняют месторождение. Во время следования в данный район в течение трех часов нас сопровождал «Сметливый» и в районе проведения добычи буровой платформы два корабля спланировали совместные учения и проводят маневры. Следуя курсом за нами, вы приближаетесь к территориальному морю Украины. Иностранному военному кораблю, согласно Конвенции ООН по международному морскому праву, запрещаются любые маневры или учения с оружием любого вида, а также угроза силой. Депутаты призвали мир не признавать результаты выборов в Госдуму России в оккупированном Крыму. За соответствующий проект постановления за основу и в целом проголосовали 269 избранников. А вот день децентрализации Верховной Ради провалился. Парламентский день начинается с призыва. Мир просят не признавать выборы в Госдуму России. Речь о депутатах, которых планируют избрать от оккупированного Крыма. Мы предлагаем обратиться к парламентам других государств по сей международным организациям с настоятельной просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом парламентских выборов в Крыму, а также призываем при любых обстоятельствах не признавать их результаты. Очередные выборы в Госдуму России запланированы на 18 сентября. От оккупированного полуострова хотят избрать четыре депутата. Среди кандидатов псевдопремьер Сергей Аксенов, подконтрольный Кремлю прокурор Наталья Поклонская, а также вице-премьера Руслан Бальбек и Михаил Шеремет. Понятно, что Российская Федерация, которая оккупировала Крым, будет проведением выборов стремиться сделать еще одну попытку найти сторонников на Западе. Якобы в Крыму состоялся референдум в 2014 году. Теперь уже выборы в Национальный парламент Федерации. И они будут стремиться показать, что это истинная позиция жителей полуострова. На самом же деле большинство жителей Крыма готовятся бойкотировать выборы. Парламент также призвал авторитетные международные организации не допустить включения нелегитимно избранных российских депутатов в состав соответствующих делегаций. Поскольку подобные действия могут косвенно свидетельствовать о легитимизации оккупации и аннексии украинского полуострова. Важный вопрос повестки дня – децентрализация. Его оставляют на вечернее заседание. Всего нужно принять 10 неотложных законопроектов. Это законопроекты, которые в первую очередь должны способствовать дальнейшему развитию местного самоуправления, упростить процедуру добровольного объединения общин, сориентировать их, что ресурсами они могут уже сами распоряжаться. Также законопроект, который сейчас дорабатывается по распоряжению землями за пределами населенных пунктов. Вопрос децентрализации – это важно. Предоставление дополнительных финансовых, бюджетных полномочий местным общинам, но за децентрализацией скрывается особый статус для Донбасса. Поэтому мы за это не голосуем. Мы предлагаем исключить любые упоминания об особом статусе Донбасса. И тогда мы поможем голосовать за децентрализацию. Поддержать усиление самостоятельности регионов в парламент пришел вице-премьер Геннадий Зубко. Говорит, нужно мобилизоваться и ускориться. Сегодня в Верховной Раде тот день, когда будет принят пакет по децентрализации. Принятие этих решений позволит, во-первых, помочь общинам, которые уже функционируют с точки зрения обеспечения поступления налогов и средств от предоставления административных услуг. Во-вторых, усилить процесс объединения с точки зрения добровольного присоединения новых общин к тем, что уже функционируют. В-третьих, урегулировать вопрос статуса и выбора старост. Децентрализационный лед тронулся, однако до его завершения путь еще не близок. Депутаты, говорят, постараются принять все пакеты по децентрализации на следующей сессионной неделе. Ярослава Гурбик, Максим Кондратенко, Юэй ТВ. Украинский парламент утвердил ответ Сейму и Сенату Польши по поводу признания Волынской трагедии геноцидом. Заявление предлагает польской стороне не политизировать трагические страницы истории. Принятие польским парламентом постановление о геноциде ставит под угрозу дипломатические и политические наработки двух стран и народов, направленные на взаимное примирение и чествование памяти невинных жертв, украинцев и поляков. Подчеркнули, решение Сейма дает политически и юридически некорректную оценку страницы украинско-польской истории. Напомню, 22 июля Сейм своим постановлением признал события 1940-х на Волыне геноцидом польских граждан со стороны УПА. Однозначно, что какая-то реакция со стороны Украины должна была быть, но, к большому сожалению, все было запущено до такой степени, что польской стороной было принято такое решение. И пока что вместо того, чтобы заниматься профильной работой на уровне экспертов, стороны обменялись политическими заявлениями. Вроде как бы президентам удалось затем договориться и смягчить риторику между сторонами, но остается только смотреть, как это будет дальше развиваться. И желательно, конечно, прежде всего, чтобы подобного рода вопросы решались на уровне экспертов и только потом принимались политические решения. Украина подписала соглашение о военном сотрудничестве со Соединенными Штатами. Документ в Лондоне завизировали глава Пентагона Эштон Картер и министр обороны Степан Полторак. США поможет нашей стране проводить оборонные реформы и повысить боеготовность вооруженных сил. В Минобороны США также отметили, с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более 600 миллионов долларов на безопасность Украины. Также экс-глава Центрального командования США, генерал в отставке Джон Абизаид, станет советником по вопросам обороны в нашей стране. Поможет украинской армии перейти на стандарты НАТО и Великобритания. Об этом Полторак договорился с госсекретарем по вопросам обороны Майклом Феллоном. Британия поможет подготовить в следующем году 5000 военных. Интерпол подтвердил арест Владислава Каськива в Панаме. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Йенин. Украина уже отправила документы на экстрадицию экс-главы госагентства по инвестициями, управлению национальными проектами. По данным генпрокуратуры, Каськив хотел изменить внешность и убежать из Панамы на Кубу. Напомню, его панамские правоохранители уже задерживали. 18 августа на границе с Коста-Рикой. В Украине Каськива подозревают в расхищении 7,5 миллионов гривен. Как считают в ГПУ, под его руководством агентство по управлению нацпроектами незаконно вывело за границу свыше четверти миллиарда гривен. В 2012 году Каськив подписал миллиардный договор с испанской газовой компанией относительно инвестиций в ЛНЖ-терминал в Украине, как выяснилось, с лыжным инструктором. Хотел бы отметить, что после того, как Владислав Каськив нагло хвастал со своим селфи с панамскими полицейскими, мы получили оперативную информацию, что это лицо планирует сбежать с территории Панамы. Мы отрабатывали как воздушные, так и морские пути. По результатам скоординированных усилий, панамскими властями Владислава Касьева и его близких, которые также находятся с ним, внесли в систему распознавания внешности. Соответственно, даже его попытки изменить внешний вид или покинуть территорию республики любым способом были бы сразу заблокированы. Отмену виз для Украины поддержал еще один комитет Европейского парламента. Теперь по правовым вопросам. Его члены призвали Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, профильный в этом вопросе, предложить Европарламенту внести Украину в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования. В принятом правовым комитетом документе отмечается, Украина существенно продвинулась в процессе реформ. И подчеркивается, страна должна их продолжать. Особенно касательно утверждения верховенства права. Ранее отмену виз для украинцев поддержал Комитет Европарламента по иностранным делам. Международный валютный фонд таки рассмотрит возможность предоставления очередного транша для Украины. Заседание запланировали на 14 сентября. На официальном сайте МВФ в расписании на следующую среду обозначено рассмотрение украинского вопроса. В свою очередь президент Петр Порошенко рассчитывает на положительное решение фонда. Подчеркнул по итогам разговора с Кристин Лагард. МВФ включил рассмотрение вопроса в повестку дня. Напомню, фонд одобрил программу сотрудничества с Украиной весной 2015-го. Тогда же наша страна получила два транша. 5 и 1,7 миллиарда долларов. Транш, фактически, этот один большой будет разбит на два транша. Первый мы, скорее всего, получим в октябре. Если решение будет позитивное, странш будет разбит на две части только для того, чтобы попытаться дополнительно мотивировать Украину на проведение, с одной стороны, необходимых структурных реформ, а с другой стороны, на принятие продуманного и непопулистского государственного бюджета на 2017-й год. Но я представляю, что как только это решение будет, фонда принята позитивно, мы будем с вами наблюдать корректировку курса, скажем, до параметра 25-26. В последующем, возможно, стабилизация как раз в этой группе с 25 до 26 гривен за один доллар. Государственный бюджет на 2017-й год правительство рассчитывает внести уже в этом месяце. По словам премьера Владимира Гройсмана, главный финансовый документ страны будет честным. Уже определились с приоритетами. Это оборона и безопасность, экономический рост, инфраструктура, вопрос сохранения децентрализации, а также поддержка аграрии в машиностроении и внедрение более активной энергоэффективности. В этом вопросе Кабмин рассчитывает на конструктивную работу с парламентом. Напомню, правительство должно внести смету страны в Раду не позднее 15 сентября. Правительство Украины вносит в парламент честный бюджет. По двум причинам честный. Во-первых, доходы реальные и абсолютно открытое распределение этих доходов на нужные страны. Через этот бюджет мы должны поддержать и машиностроение в стране. Мы можем это сделать уже в следующем году. Один из приоритетов – образование, где мы должны повысить заработную плату учителям и сделать все, чтобы ситуация улучшилась. Я считаю, что в парламенте есть много депутатов, которые консолидируются, чтобы госбюджет был качественным и был утвержден своевременно. Навести порядок с отходами. Электронную карту мусорных свалок разработали в Министерстве экологии и природных ресурсов. Благодаря ей ведомство сможет оперативно реагировать на обращения не только органов местной власти, но и граждан, подчеркнул профильный министр Остап Сомирак. На сайте каждый сможет оставлять информацию о свалках. Для этого достаточно зарегистрироваться и отправить обращения. Ведомстве надеются, это поможет систематизировать их количество. Ведь Минэкология владеет информацией лишь от 2600. Цель сервиса – собрать информацию об остальных. Бороться с коррупцией не только на законодательном уровне, но и в головах украинцев. Именно с такой целью создана независимая коммуникационная платформа «Декоррупция». В ее рамках будут разрабатывать информационные компании, воспитывающие нулевую толерантность к этому явлению. Пилотный проект уже реализовывают. Каждый пятый украинец не считает коррупцию чем-то зазорным, а 70% сами когда-то давали взятки. Такие результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Хотя ситуация улучшилась после революции достоинства, антикоррупционеры настроены еще долго искоренять это явление из ментальности украинского народа. Это, наверное, самый трудный и самый продолжительный процесс, потому что мы должны понимать, что коррупция есть не только в высших эшелонах власти. Она присутствует и на бытовом уровне. И мы должны воспитывать нулевую толерантность к коррупции, начиная со школы и заканчивая курсами, которые проходят государственные служащие. Например, перед назначением их на должности. В рамках новосозданной платформы «Докоррупция» уже готовят информационные кампании по перевоспитанию украинцев. Например, пилотный проект «Коррупция должна быть замечена», включает внешнюю рекламу, аудиоролики и даже комиксы о супергероях-антикоррупционерах. На подходе специализированный сайт. На базе платформы должен быть создан и будет создан веб-портал, который будет содержать новости, аналитику, исследования в сфере антикоррупции, онлайн-курсы, тренинги и семинары. Там будет и библиотека информационных ресурсов, в том числе лучшие примеры из мировой практики. Платформа также даст возможность получить консультацию. Эксперты уверены, настроить украинцев против коррупции можно, если борьбу возглавит харизматичный лидер антикоррупции, который заслуживает доверия. А еще просят СМИ говорить не только о скандалах со взяточниками, но и о положительных результатах деятельности власти и активистов. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым, UATV. Награды в копилку украинской команды на Олимпиаде в Рио. Легкоатлет Роман Данилюк завоевал бронзу в толкании ядра. В категории F12, это вторая из трех категорий незрячих спортсменов, украинец толкнул снаряд на 15 метров 94 сантиметра. Показал лучший личный результат сезона. Вторую медаль тоже бронзовую Украине принес Руслан Катышев. Он прыгнул в длину на 6 метров 2 сантиметра в соревнованиях для спортсменов с наивысшим уровнем проблем со зрением. Катышев на Играх 2012 в Лондоне выиграл золото в прыжках в длину, а также бронзу в тройном прыжке. Ставим точку в выпуске. Новости доступны на сайте агентства Украинформ. Хорошего вечера и помните, мы всегда рядом.